Пошло, но не оттуда. Друзья, всем привет! Сегодня выходим на финишную прямую, доделываем проект кофеваркой из нержавеющей стали. Нам нужно сделать две детали и будем пить кофе сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Крышку я мог вытащить из листа нержавеющей стали, но я не знаю какой марки у меня лист, пищевая или не пищевая. Поэтому решил вытащить из того же кругляка. Это точно пищевая нержавейка. Еще мне осталось обработать с этой стороны и просверлить отверстие. Крышка будет готова. Субтитры сделал DimaTorzok Наконец-то мы добрались до последней детали. Сейчас ее вытащим. Она не сложная, но требует затрат времени. Здесь будет очень много маленьких отверстий. Теперь моя задача сделать разметку под отверстие через каждые два миллиметра. И так господа приступил к сверлению отверстий и снова в деле фрезер. Мой маленький помощник просверлил уже целых шесть отверстий. В принципе подобную задачу я уже выполнял на токарном станке. Если помните, вот она деталь. Ситечка, куда насыпается кофе. Но здесь отверстие 1 миллиметр. А на этом промежуточном ситечке нужно сделать отверстие в два раза меньше. Сверла 0,5 миллиметра. Попробую показать вам их вблизи. Вот у меня есть наборчик. Вот эти сверла 0,5 миллиметра. Есть у меня даже меньше. Постараюсь показать вам еще ближе. Какое же оно тоненькое. Ну а вот вам, друзья, для сравнения сверло 0,1 миллиметра. Таких у меня тоже целый наборчик. Не знаю, когда-нибудь может пригодятся. В принципе у меня градация наборов через каждую десятку сверел таких. Для таких тонких работ я специально под фрезер приобрел цанговый патрон с набором цанг. По-моему 6 штук было в комплекте. Длина хвостовика 60 миллиметров, диаметр 6 миллиметров. Можно было взять побольше 8 миллиметров. Как раз таки максимальная цанга на этом фрезере. И отдельно я также купил цангу диаметром 3,14 миллиметра. Как раз вот под эти сверла. Кому нужно, ребята, ссылочки, как всегда, я оставлю в описании под видео. Конечно, если еще эти сверла продаются. Очень давно я их покупал. Второй круг уже 12 отверстий нужно просверлить. Сверление у нас происходит на подаче. Вручную я даже не пытаюсь, потому что невозможно почувствовать усилия. Станок сейчас стоит в долбежном режиме. То есть при этом патрон не крутится, но подача идет. Станок настроен практически на самую маленькую подачу D2. Это 0,02 миллиметра на оборот. Обороты также минимальные 20. Смотрим, как происходит процесс. Подаю СОЖ. Включаю фрезер. Он уже подведен практически. И включаю подачу. Все, сверление началось. Все, мы просверлили на 2,5 миллиметра отверстия. Сверлю немного с запасом, чтобы потом можно было отрезать. Получаются очень аккуратные отверстия. Конечно, немножко разбивает. Где-то 0,6 миллиметра. Следующий шаг. Нужно сместить патрон на 5 делений. Чтобы 12 отверстий получилось. 60 на 12. 5 получается. И фиксирую. Фиксация у меня на скорую руку. Такая халтурная. Просто клин я сюда вставляю. Конечно, нужно что-то серьезное сюда придумать. Какой-то эксцентрик. Чтобы фиксировать патрон для таких операций. Восстановка. Удобно. Фиксирую. Восстановка. Currently, первое. Восстановка. Восстановка. Клиния. Ухрана. Связа. Выснешие. ,, Ухрана. Восстановка. Как всегда отрубили свет. Ребята, два дня уже сверлю. Такое ощущение, что я уже схожу с ума. Ни на секунду нельзя отойти. Сломал уже 4 сверла с этим. Мне еще остался круг. Еще на завтра где-то на 2 часа работы. Искусство требует жир. Завтра посмотрим. Надеюсь завтра доточу эту деталь. Будем пить кофе. Пришел утром. Продолжаем. Сверло вроде целое. Вроде повезло. Осталось мне 80 отверстий просверлить. Завтра делаем 421 отверстие. Завтра делаем 421 отверстие. Дальше нужно отрезать таким образом, чтобы повторить внутреннюю форму. Сейчас предварительно внутри шлифану и отрезаем. Вот это сверло победило больше половины отверстий. Первое я сломал, потому что спешил поставил подачу больше. Естественно сразу сверло сломалось. Потом по неосторожности я просто когда подводил, воткнулся. И еще два сверла просто постепенно затупились и сломались. А вот это после половины дошло до самого конца. Такое счастливое сверло. Время видео. Итак, друзья, наконец-таки я вам могу показать последнюю недостающую деталь кофеварки. Все получилось. Вот она красивая. И чтобы вы убедились, что все отверстия получились, покажу вам деталь на просвет. Вот так, красота. Для сравнения покажу вам две детали, в последней отверстия гораздо меньшего диаметра. Господа, ну а нам остается один маленький штрих установить вот эту деталь на свое место. Вот сюда. Для этого и нужны такие маленькие отверстия, чтобы частички кофе не попадали уже в готовый напиток. То есть это ситечка промежуточная. Самостоятельно вырезал прокладку из силиконового коврика. Постарался сделать как можно аккуратнее. И вставлю на свое место. Воды налил под самый аварийный клапан. Выше наливать по идее нельзя. Засыпанто. И закрыванто. Ай, как уже вкусно пахнет настоящим кофе. Все столы заняты сейчас, поэтому варить буду на токарном. Тем более, что он принимал самое непосредственное участие в рождении этой кофеварки. Поехали. К тому же это самое красивое место у меня в мастерской. Крышку пока ставить не буду. Хочу запечатлеть первый гейзер кофе. Все-таки гейзерная кофеварка. Кстати, греется, не греется ручка. Я еще не проверял. Надеюсь, за нее можно будет браться. По моим расчетам нержавейка очень плохо проводит тепло. Ручка сама нагреваться не должна успевать. Ну когда же уже? Пошло, но не оттуда. Почему-то. Что-то пошло не так. Что я не докрутил что ли? Друзья, первый блин комом я не докрутил. Просто не сильно прижал. И часть воды, часть пара прорывается через резьбу. То есть прокладку я не плотно прикрутил. Ну а видите, кофе варится. Паровоз. Так, наверное, буду выключать. И опять же первое испытание. Ручки. Горячая, не горячая? Нет, абсолютно холодная, ребята. Абсолютно холодная ручка. Отлично. Ладно, сейчас пробуем это кофе. Обязательно первое кофе надо выпить. А потом разберемся с прокладкой и еще раз сварим кофе. Тем более, что скоро приедет друг. Ну что, пробуем. С первым кофе у вас, кстати. Крепкий, вкусный. Отлично. Дубль два. На этот раз думаю все получится. Кофе я насыпал гораздо меньше, потому что слишком крепкий получается на мой вкус. Поехали. Затянул на этот раз посильнее. И когда польется кофе уже наверх, я думаю поставлю крышку, протестирую. Посмотрим, не выливается ли из-под крышки кофе. Надеюсь все хорошо будет. Есть. Так, ставлю крышку. Все, кофе готов, друзья. Ну что, я тебя приглашаю на кружечку вкуснейшего свежеиспеченного кофе. Так что, кофе сейчас будет? Кофе. Красота. Да. А это мне. А что тебе важно? Я как итальянец, другой тары нету. Короче, как видишь все получилось. Кофе ирландский. Это каштаны. Русские. Все, ребята, проект кофеварка закончен. Я очень доволен, что я смог закончить этот непростой для меня проект. Наверное, целый год я его делал. Периодически забрасывал. Ребята, надо стараться все свои начинания доделывать до конца. Тогда будет легче ставить какие-то новые цели для себя. Как бы не было тяжело. И хочу пояснить, почему я взялся за этот проект. Конечно, можно пойти и купить гейзерную кофеварку тысячи за две. Делаю это специально, чтобы повысить свои токарные навыки. До этого я никогда не точил нержавеющие стали. Когда проект только начинался, у меня практически ничего не получалось. Но результат налицо, терпение и труд. Вам была интересна себестоимость этого изделия. Точил вы сами знаете, сколько это все. Нержавеющий круг я покупал 110 мм. Длиной 400 мм. Это около 30 кг ушло на нержавеющую кофеварку. Отдельное спасибо хочу сказать компании Арноль Варкцоге, которая поддержала с самого начала мой проект. И прислала мне пластины по нержавеющей стали. Спасибо вам, ребята. Еще хотел бы к вам обратиться за помощью. Потому что все вы знаете, что у нас отключили монетизацию. Мастерская, видеоблог, канал это стало делом моей жизни. Вы мне уже два раза очень сильно помогали. Первый раз, когда у меня украли весь мой электроинструмент. А второй раз мы с вами собрали на новую камеру, на которой я сейчас снимаю. Мы просто картинку подняли на новый уровень. Я думаю, он радует ваших глаз. Я очень стараюсь. В общем, ребят, если не сложно, поддержите канал небольшой копеечкой. Мне это очень сильно поможет. Я и дальше продолжу для вас снимать душевные качественные видео. Обязательно будем доделывать все начатые проекты. В следующей серии я возьмусь уже за станок. Также хочу для вас собрать все видео про кофеварку в одно видео. В одно красивое видео. В общем, ребят, без вашей поддержки не было бы ни кофеварки, ни других проектов. Огромное спасибо вам за внимание. Всем пока, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok